Парк, где мы влюблялись, гуляли с детьми и переживали лучшие моменты жизни. Они забрали его, превратили в место своей охоты. На самом деле это легенда, сценарий одного из 12 квестов, превративших самое популярное у саратовцев и гостей города место отдыха в огромную интерактивную площадку. Сегодня у нас в городском парке проходит необычное мероприятие. Квест-пест. Это семейное событие, посвященное квестам, сюжетным, детективным и сказочным историям. Креативная команда городского парка одной из первых в России. И первая в регионе не просто вдохновилась идеей проведения масштабного фестиваля квестов, но и смело отдала свою уникальную площадку в руки танцоров, жонглеров, персонажей японских мультфильмов и фэнтези-историй. И целой колонии зомби. Идея не новая, но воплотить ее в таком масштабе на девяти площадках одновременно, в течение восьми часов непрерывного действия и при участии около сотни профессиональных артистов и аниматоров, такое удавалось немногим. Первое правило успешного мероприятия — рассказать о нем как можно большему количеству людей. Второе и главное — получать удовольствие от этого мероприятия наравне со всеми. Более десяти с половиной тысяч людей, посетивших городской парк с момента начала квест-феста и покинувших его вместе с последними сотрудниками, — лучшее доказательство тому, что правила работают. В костюмированном шествии, давшем старт в квест-фесту, приняло участие около сотни персонажей. Шествия поддержали и обычные посетители городского парка. Они же первыми рассказали о своих впечатлениях в социальных сетях. Если оценивать популярность площадок квест-феста по количеству ожидающих начала или своей очереди, то на первом месте будет, конечно, секция номер три, она же «Остров любви». Здесь проходило одновременно сразу несколько активностей. Одна из самых зрелищных — Хогвартс. Загадки, головоломки плюс великолепное оформление и реквизит позволили погрузиться в атмосферу ученических лет Гарри Поттера и детям, и их родителям. Тихое безумие шляпника не помешало ему стать самым популярным персонажем совместных селфи. А Красная Королева была настолько щедра на подарки, что буквально через десять минут после начала квеста приготовленных угощений уже практически не оставалось. Совершенно иная атмосфера на площадке творческого клуба «Старый город». Здесь танцуют минуэты и чинно раскланиваются, погружаясь в атмосферу пушкинских балов. На месте преступления танцы не приветствуются. Здесь царит дедукция и требуются навыки криминалиста-любителя. Желающих покричать от души ждут в страшной будке и, конечно же, на главной — аттракционной площадке. Здесь и в обычный день достаточно многолюдно, а в день проведения квест-феста просто яблоку негде упасть. Все хотят увидеть самые необычные коллективы Саратова. Первым на сцену выходит фолк-квинтетца «Майнс Бретт». Живые представители эпохи кельтов завораживают магическими мелодиями с помощью необычных музыкальных инструментов. Следующими эстафету на сцене принимают представители параллельной реальности. Шоу-косплееров от тематического магазина «Кимито» гармонично вписываются в декорации аттракционной площадки. Ну а десятки персонажей в уникальных костюмах по-настоящему удивляют даже самых избалованных зрителей. Следующая и одна из самых ожидаемых активностей фестиваля — счастливый билет. Розыгрыш подарков среди истинных любителей аттракционов с главным призом — экшн-камерой. Вчисления настолько велики, что я прям трясусь, можете заметить вполне, я думаю. Вообще все очень классно прошло, все мероприятия здесь очень замечательные и крутые. Призовая камера пригодилась Михаилу буквально через несколько минут после вручения для съемок невероятного шоу, подаренного командой городского парка всем участникам фестиваля квестов — шоу-огня. А это инструктаж перед финальным квестом. Регистрация на него проходила в группах, в социальных сетях и закончилась за несколько дней до самого фестиваля, к огромному сожалению десятков желающих. Принять участие смогли только самые смелые и подготовленные, и, что самое главное, достигшие совершеннолетия. Игорь! Десятки зомби, результаты испытаний вакцины, вырвались из резервации в поисках еды. Задача людей, военных медиков, инженеров и мирных жителей как можно скорее объединиться, найти ресурсы для дальнейшего выживания и отловить монстров. Конечно, очень впечатляюще все сделали, очень интересная обстановка, то есть бегаешь от зомби, кричишь, то есть по горпарку в будний день в обычный так не побегаешь. Все закончилось хорошо. Об этом позаботилась администрация парка, обеспечив надежное ограждение в зоне проведения квеста и дежурство скорой помощи. И вот это фото, сделанное после квеста, стало украшением сотен профилей участников в социальных сетях, одним из самых крутых воспоминаний ушедшего лета. Мероприятие очень интересное и коммерчески успешное. Мы его широко рекламировали, и впервые в городе дали возможность поучаствовать абсолютно бесплатно в 12 квестах. Плюс мы максимизировали время пребывания участников в парке, расположив локации по всей территории, по всем 19 гектарам, и сделав мероприятие достаточно продолжительным, оно длилось 8 часов. И посещаемость парка, и выручка парка в этот день значительно выросли, чему мы крайне рады. Ну а социальная значимость мероприятия вообще трудно переоценить. Это возможность побыть с близкими людьми, потому что формат мероприятия так и располагал, к участию в нем либо всей семьей, либо в компании друзей. Это мероприятие дало возможность отвлечься от обыденности, уйти в какую-то параллельную добрую реальность, но не виртуальную. И всегда уместно подчеркнуть вечные ценности. Преступники наказаны, злодеи изловлены, зомби вылечены. Добро всегда побеждает зло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова